Здравствуйте! В эфире телеканала ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Спасибо, что вы втягиваете в добрые дела всех, кто оказался рядом. Спасибо, что действительно восьмой раз проходит этот проект «Забег» в рамках праздного дня железнодорожника. И, конечно, успехов в новом наступившем железнодорожном году. С праздником! Достигая цели, сотни работников Западно-Сибирской магистрали поздравили с профессиональным праздником. Отмечали День железнодорожника в движении. Клетки у нас очень умные. Они, как японские самураи, понимают, что сейчас тот самый момент, когда я должна погибнуть или я должен погибнуть. Они выхватывают свой меч самурайский и полностью себя уничтожают. Вылечить рак или увеличить продолжительность жизни? Ученые генетики России и мира собрались в Новосибирске для обмена опытом. Какие открытия могут изменить подход к лечению болезней? Люди говорят, я же плачу, это региональный оператор, в общую копилку идет. Но приходится снова объяснять, что эти баки рассчитаны только на эти дома. Жители микрорайона Девногорский не могут выкинуть мусор. Баки заняты. Дачники, проезжая домой, заполняют контейнеры бытовыми отходами. Как решить проблему? Наука и технологии – основа социально-экономического пространственного развития России. Под таким девизом в нашем регионе пройдет международный форум «Технопром». Форум проведут в Новосибирской области 11 раз. Главными темами станут приоритеты развития высокотехнологичных отраслей, сотрудничества в научной сфере с дружественными странами и вовлечения молодежи в научно-технологическую деятельность. С 2024 года и на последующую шестилетку структура национальных проектов принципиально поменялась. Они теперь формируются не по отраслевому принципу, а по продуктовому принципу под конкретные цели. Форум «Технопром» становится фактически основной площадкой, где происходит сборка усилий между исследователями, инноваторами, технологическими предпринимателями и представителями университетского сообщества. И я попрошу к форуму подходить также не как к какому-то отраслевому мероприятию, а как к мероприятию, которое достигает конкретные цели и помогает создавать конкретные продукты, в частности, тот самый технологический суверенитет, о котором мы говорим. В эти выходные прошел один из старейших профессиональных праздников страны. День железнодорожника работники Западно-Сибирской магистрали традиционно отметили в движении. Благотворительный забег, достигая цели, собрал сотни участников. Мероприятие проводят с 2016 года. На спортивный фестиваль приходят с семьями. Дистанции разные от полутора до десяти километров. На финише спортсменов встречала наша съемочная группа. Главный подарок участникам традиционного забега в день железнодорожника – это погода. Пасмурно, не жарко, но и никакого дождя. Идеально для бега на любые дистанции. Самый массовый старт чуть больше, чем полтора километра. Кроме профессиональных спортсменов много любителей, даже тех, кто решил пробежаться впервые. Отличное настроение. Первый раз вообще бежала. И внучка первый раз. Мы справились. Мы так долго бежали, прям если спец дело. Для многих главное не победа, а участие. Была в декретном, вот решила себя попробовать. Как бы три километра 200 бегала раньше. Дистанцию. Поэтому решила еще раз попробовать. Но сейчас я так понимаю, что смысл был не в беге, а хотя бы пройти. А просто пройтись. Потому что если бы без нее, конечно, я бы боролась бы хотя бы за третье место. Дочери будете рассказывать, что она… Обязательно. Сколько? У меня еще… Ей два месяца. У меня еще сегодня сыну пять лет. Он родился на дистанции железнодорожниках. Вот. Поэтому забег – это для сына. Самый сложный из забегов на дистанцию – 10 тысяч метров. Здесь уже встречаются серьезные спортсмены. При этом в разных возрастных категориях. Есть те, кому уже за 60, а фору дадут многим молодым. Немало и гостей из соседних регионов. О чем надо думать, когда бежишь? Ну, надо начать, во-первых, в комфортном темпе. То есть, со старта сильно сразу не рвать, как некоторые, ну, бывает, что сразу разгонятся там, а потом через два километра они уже почти пешком идут. То есть, подобрать свой темп – главное. Итоги благотворительного забега подвели на официальном открытии праздника. За последние вот семь лет было собрано свыше 11 миллионов рублей. Те, которые пошли как раз на те цели благородные. И сегодня мы говорим о том, что мы люди дела. Я горд тем, что нахожусь вместе с вами в одном коллективе. И я хочу пожелать, чтобы мы с вами достигли всех тех целей, которые ставим перед собой, которые ставит перед нами страна. За лучшие результаты – отдельные награды и подарки. На разных дистанциях несколько возрастных категорий. В каждой по три призовых места. Вместе с начальником дороги награждают первые лица города и области. Спасибо, что вы втягиваете в добрые дела всех, кто оказался рядом. Спасибо, что действительно восьмой раз проходит этот проект «Забег» в рамках праздного дня железнодорожника. Хотелось бы вам сегодня пожелать такой же хорошей погоды, как ваше настроение. Ну и, конечно, успехов в новом наступившем железнодорожном году. С праздником! День железнодорожника в формате спортивного фестиваля для всей семьи проходит в Новосибирске с 2016 года. Кроме спортивной части, каждый коллектив Западно-Сибирской магистрали презентует свои производственные показатели, планы по развитию и собственные разработки в целях импортозамещения. Сегодня железная дорога – один из главных партнеров Новосибирской области, который не только обеспечивает стабильное развитие транспортной сети региона, но и вносит значительный вклад в его социально-экономический рост. Андрей Баев, Константин Менин, Новости ОТС. Село и деревню в Искитимском районе полностью газифицируют в этом году. В Шибково и в Шадрино провели сети в заречные части по программе до газификации. Как она работает и какие объемы выполняют в этом году, узнал Александр Сульдин. Папа, мама и дочка – счастливая семья из села Шибково. Работящий мужчина Алексей Тришкин все сделал для удобства своих домочадцев. Поставил крепкий дом, вложил огромные силы в ремонт. Сейчас вот установлен котел долгого горения, который топится на угле, на дровах. Топить его нужно два раза в день. Есть недостатки – пыль, сажа, тяжести. Топить котел – обязанность только взрослых. Маргарита приходит со школы, и этот котел долгого горения, там такая ручка, ее нужно провернуть. И бывает, комочки угля крупные застревают, она не может провернуть. Эту систему Алексей сейчас готов перевести в разряд резервных. В этом году делают разводку по газу, в этом году обещают завести газ домой. Очень благоприятно, очень комфортно. Так как я в Центральной России был, был в домах находился, которые газифицированы, это очень удобно. Ждать осталось недолго. 10 августа заканчивают монтаж подземных сетей, далее оценят их качество и начнут подключать усадьбы. Эта часть села отделена речкой от тех улиц, что ближе к трассе. Газ там появился еще пять лет назад, здесь только сейчас. До ограды трубы протягивают бесплатно в рамках президентской программы. Работы развернули во многих населенных пунктах района. Деревня Шадрина здесь, можно сказать, была типичная ситуация. Голубое топливо пришло сюда еще 10 лет назад. Тогда сельсоветы готовили заявки, проекты и подавали их региональным властям. И действовала областная программа. Но финансирования хватало только на несколько центральных улиц. Для развития газовых сетей препятствием становились, как правило, дороги или реки. Вот и здесь улица Заречная, которая, строго говоря, не просто улица, а целая часть села, почти 60 домов, оставалась без современных благ цивилизации до недавнего момента. Сегодня готовятся пустить топливо в дома. На Заречной 13 у Веры Борисовны заключительная проверка. Если бы тянуть магистраль, ну, это миллион, это бы никто не потянул. Мы бы так и жили, на печке, на угле. Ну, слава богу, вот эта вот программа до газификации. Она как раз и предусмотрена для того, чтобы развивать газовые сети там, куда уже дошли магистрали. Трубы тянут вот в такие заречные части сел. На покупки оборудования в дом, котла, труб льготники могут серьезно сэкономить. Деньги на технику и ее установку перечисляют либо газораспределительной организации, либо самому абоненту. Заявитель все делает сам за свой счет. Потом приходит в Центр социальной поддержки по месту жительства, предоставляет необходимые документы и также получает компенсацию до 100 тысяч рублей. Также на покупку оборудования существует субсидируемый кредит с пониженной ставкой. В этом году до газификации идет рекордными темпами. В регионе должны создать условия для подключения 30 тысяч домовладений. Александр Сульдин, Евгений Агеев, Новости ОТС. Сто лет назад на карте Новосибирской области появился Каргатский район. В регионе масштабно отметили его вековой юбилей. Название дала река Каргат, что на тюркском языке означает «черная ягода». Инфраструктуру района модернизирует новый корпус. Каргатской больнице могут сдать раньше срока. В планах 2026 год. Подробности далее. Каргатскому району 100 лет. Праздник с секретом. Он напоминает о позабытых страницах истории. Когда Новосибирская область, тогда еще Новониколаевская губерния, только создавалась. И столетние районы, и ее первые административные единицы. То есть столпы. Каргатцы этим решением максимально воспользовались. Во все десятилетия своей истории сформировался особый характер, особое каргатское лицо. И если меня сегодня спросят, какой каргатец, я бы сказал, надежный, активный, интересный. В центре герба района смородина – ягода, которая растет вдоль местной речки. Отсюда и стиль праздника с морсом для гостей. Достаток и порядок – вот слова, что характеризуют местный быт. Конечно, развивается все нарядно, красочно, чистенько очень. Особенно центральная улица нам очень нравится. У вас, конечно, все, молодцы. В Каргатском районе много болотистой местности. Аграриям тяжело, но в последнее время экономика развивается. Важна и господдержка. В первую очередь заслуга нашего губернатора Андрея Александровича Травникова – это решение депутатского корпуса о том, чтобы по возможности находить в бюджете деньги и помогать вот таким вот районам дотационным для строительства социальных объектов, культурных объектов, строительства дорог. Например, строят новый корпус районной больницы. Комплекс зданий лечебного учреждения уже не соответствует времени. В 2022 году принято решение о строительстве нового хирургического комплекса. Туда входит ряд отделений. Приемный покой, реанимационное отделение, оперблок, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, акушерское отделение, гинекологические койки. Также будет пищеблок. Уже заложили фундамент, хотя строить непросто, говорит подрядчик. Еще одна хитрость, глины здесь. Начинаешь забивать, вроде нормально идет. Как только час постоял, уже эту сваю не забьешь и не вытащишь. Чтобы здание стояло крепко, вбили более 900 свай. На стройке работает проверенный, зарекомендовавший себя подрядчик. Подрядчик, который знает, умеет и понимает, как возводить объекты здравоохранения. Поэтому каких-то сомнений в том, что возникнут проблемы в строительстве нет. Возможно, объект сдадут досрочно. Такой опыт у подрядчика тоже есть. Константин Клещин, Борис Гладких, Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. Когда я работала во взрослом отделении, я думала, что я все умею. Придя в детское отделение, я поняла, что я как слепой котенок хожу, и для меня все ново. Победа в гонке, говорят, заслуга лошади. Но и тактику издака исключать не стоит. Он, кстати, сидит вот в такой причудливой карете. Называется она «Качалка». Эспарцетовый мед, один из самых редких. Его добывают на специально засеянных полях пчелы. Мы сейчас попробуем. Очень вкусненький, такой нежный вкус. Борьба за доступ к мусорным бакам развернулась в жилом районе Девногорске в Новосибирске. Местные жители не допускают к ним дачников из окрестных обществ. Контейнерные площадки превратились в свалку. Не рассчитаны на отходы, которые везут из садовых товариществ. В конфликте разбиралась Татьяна Кияева. Конфликт в спальном районе Новосибирска. Дачник пытается пробиться к мусорным бакам с пакетом. Охранники и местные жители встали стеной. ГБР у нас находится на микрорайоне, выполняет задачу охраны правопорядка. Пришлось и их привлекать. Почему? Потому что силы жителей не хватает для того, чтобы выгнать отсюда каждого и объяснить ему, что это не его бак. Да, люди говорят, я же плачу, это региональный оператор, в общую копилку идет. Но приходится снова объяснять, что эти баки рассчитаны только на эти дома. И надо к себе везти. Раз ты платишь туда, надо везти к себе. Не устраивать нам свалку. Мусорные баки находятся возле трассы. Здесь проходит удобный путь от нескольких садовых обществ в город. Дачники уже по привычке едут мимо и выбрасывают свои отходы. У нас окна выходят сюда. Каждое утро выглядываем, смотрим, как некоторые нечеловеки сюда это все везут. Если им делаешь замечания, они огрызаются, а порой даже и нецензурно. И поэтому, конечно, это всем нам очень не нравится. Запах ужасный, непереносимый, окна открывать. Хоть мы и на шестом этаже живем, все равно страшно, потому что здесь уже какая-нибудь инфекция может быть. Жители микрорайона установили камеры видеонаблюдения в надежде, что это поможет остановить мусорное вторжение. Спецавтохозяйство предлагало смонтировать шлагбаумы, перекрывающие дорогу. Но тогда бы возникли пробки. Передвинуть баки тоже нельзя, иначе машины из Дневногорского не проедут. У нас такой хороший микрорайон превратили в какую-то помойку. Дышать нечем. Вот на остановку идешь, вот еще про Новомарусино, пусть скажут люди. Для магазина там вообще не жалко. Скажите про свое. Новомарусино в микрорайоне такая же точно проблема. Мусор не вывозится. Привозят тоже со всей округи. И старые рамы, и мебель. Жители жалуются, коммунальщики не вывозили мусор с площадок больше трех недель. В день, когда приехала съемочная группа ОТС, все отходы поспешно убрали. Вот они убрали. Первый раз за все это время. Хотя на прошлой неделе я звонила, понедельник, вторник, среда я звонила в САХ. Они принимали мои заявки и говорили, что, вы знаете, на вашем берегу мусорный полигон закрыт. И теперь возить туда, это большие пробки и так далее. Ну так что ж, теперь полигон будет у нас? Региональный оператор сообщил, за состояние контейнерных площадок не отвечает. Они в ведении управляющей компании. Советуют закрыть доступ к контейнерам для посторонних. Для установки шлагбаумов и других устройств, говорят специалисты, существует муниципальная субсидия. Татьяна Кияева, Александр Ведерников, Новости ОТС. Изучить геном, чтобы увеличить продолжительность жизни. В Новосибирске началась 14-я международная конференция по биоинформатике, структуре геномов и системной биологии. Ученые из разных стран собрались, чтобы обменяться опытом. Как победить раковые клетки и какие способности нам может дать иглистая мышь, узнал Иван Деревянченко. Под крышей Новосибирского государственного университета собрались ведущие умы России и стран зарубежья. На протяжении недели ученые будут делиться опытом в области биоинформатики и геномики. Лекции на английском и русском языках. Рассказывают о важности работы с ДНК. Признак любого организма, любого вида определяется двумя факторами. Первое – это то, что записано в геноме этого организма. И второе – как влияет окружающая среда на проявление той генетической информации, которая записана в том или ином геноме. И вот поэтому вот этот гигантский, совершенно фантастический вал информации накапливается. Это и есть большие генетические данные. Их нужно изучать. Геном – это совокупность наследственного материала одной клетки. Благодаря этому человек живет и развивается. В том числе заживают раны. В нашем ДНК содержится 3 миллиарда таких соединений. Их изучение – путь к увеличению продолжительности жизни. Для обучения будущих биоинформатиков задействуют новый кампус НГУ. Там же создадут и новый факультет. Работа над программой и кадровым составом уже идет. Надеюсь, что следующую конференцию мы проведем в корпусе поточных аудиторий, которая будет сдана в декабре 2024 года. Там будет более просторная аудитория. Хорошая вентиляция, не так жарко. И я желаю еще раз участникам успешной работы и всего самого доброго. Спасибо. Инна Лаврик вместе с командой занимается программируемой клеточной гибелью. Такой процесс важен в условиях борьбы с различными заболеваниями. Например, онкологией. Ускорение или замедление жизни поврежденных клеток и есть основа лекарства от рака. Внедряют в работу искусственный интеллект. Он способен за короткий срок найти смертоносные белки. Для нормального функционирования нашего организма все поврежденные клетки должны погибать. И клетки у нас очень умные. Они, как японские самураи, понимают, что вот сейчас тот самый момент, когда я должна погибнуть или я должен погибнуть. Они выхватывают свой меч самураевский и полностью себя уничтожают. И чтобы запустить такой каскад, каждая клетка имеет свой набор белков, которые выполняют роль вот такого меча-самурая. Другой доклад. Олег Гусев и его исследование адаптации животных, существующих в экстремальных условиях. Благодаря структуре генома Оакомиса, так называют иглистую мышь, заживают раны без потери крови и полностью восстанавливается кожный покров. Изучение этой особенности крайне востребовано в современной медицине. Например, мы понимаем, что человек не может отрезанное ухо вырастить. А Оакомис может. Почему? Поняв, как устроена структура того же самого Оакомиса, и как обычные клетки, фибробласты перепрограммируются в клетке хондроцита, хондроциты основы хряща, они вообще в любви человек не очень называют. Это прямой выход на биотехнологические подходы, по крайней мере стимуляции у человека улучшенного заживления ран и регенерации. Участие в 14-й международной конференции примут около тысячи человек со всего мира. Программа включает 13 симпозиумов и секции с докладами. Финальный день обмена опытом – 10 августа. Иван Деревянченко, Сергей Жданов, Новости ОТС. Третий трудовой семестр или целина – так называют период летних каникул, когда студенты добровольно трудятся в составе студотряда. В Новосибирске продолжают работу бойцы студмедотряда Академия. Большинство трудятся в областной клинической больнице. В этом году их ждали в 36 отделениях клиники. Подробности далее. До конца августа в рамках проекта, а после будет совмещать работу в отделении с учебой в Новосибирском медуниверситете. Александра Шилкина окончила третий курс педиатрического факультета. Имеет опыт работы во взрослой реанимации. Когда я работала во взрослом отделении, я думала, что я все умею. Придя в детское отделение, я поняла, что я как слепой котенок хожу, и для меня все новое. Потому что работа с маленькими малышами, которых ты боишься просто коснуться, и сломать или еще что-то. Поэтому я уже научилась сонировать, наводить какие-то лекарства, высчитывать дозы. Дети маленькие, дозы супер мизерные. Тут надо очень быть предельно внимательным, высчитать эту дозу. Это небольшой ребенок. Это килограмм-два, и тут доза прям миллиграмма. И быть очень внимательным. Не перепутать, что вводят в вену, что вводят в зонт, что вводят внутримышечно. И всегда рядом наставник? Да, всегда, все 24 часа она работает под присмотром наставника. Анастасия Туцкая приехала из Ростова. В отряде исполняет обязанности командира делегации. В приемном отделении областной больницы трудится как уборщик производственных помещений. В прошлом году была на другом проекте, ездила в Пермь. Говорит, этим летом место работы нравится намного больше. Самое сложное, на самом деле, это больше психологический момент, когда привозят тяжелых больных, в особенности детей, конкретно для меня. Мне очень сложно смотреть на такое, хотя я учусь на врача, но тем не менее. А работа, которую мы выполняем, она не такая уж и сложная. Бойцы студмедотряда Академии работают по срочным трудовым договорам. Зарплаты такие же, как и у других сотрудников. Как говорится у нас в РСО, мы здесь не ради денег. Мы здесь совершенно не ради денег, мы здесь за эмоциями, за приобретением нового опыта. Мы здесь для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, обменяться, возможно, какими-то полезными контактами, возможно, получить какие-то новые знакомства и расширить круг интересов по всей России. В расписании Дня бойцов не только работа. Успевают погулять, дружно сходить в театры и кино, принимают участие в конкурсах, вокальных, театральных, спортивных. Люди разносторонние, талантливы во многом, успевают все. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Большой Сибирский круг отметил день рождения с размахом. На Новосибирском ипподроме состоялся 18-ти традиционный турнир испытания беговых пород лошадей. 12 стартов и более 100 участников. Что влияет на победу и чей финиш стал неожиданностью для всех, расскажет Алексей Бородин. Эвальд Зайферт в конном спорте 10 лет. Как и у каждого спортсмена со стажем, победа и поражение в порядке вещей. Но такого заезда, как на четвертом этапе Сибирского круга, не было никогда. Было очень тяжело обыграть. Было место такое, залез. Далеко лошади ушли, думал, не достанет. Но форсман очень сильный бросок покрал на финише и обыграли. Весь заезд андердога малоприятного. Стартуют со второго ряда. При этом на поворотах дистанция с остальными только увеличивается. На финише Эвальд выехал на внутренний круг. Расстояние меньше, правда и бежать труднее. Как итог, три заезда подряд, без поражений. Победа в гонке, говорят, заслуга лошади. Но и тактику издака исключать не стоит. Он, кстати, сидит вот в такой причудливой карете. Называется она качалка. По принципу действия, отклоняясь назад, мы облегчаем работу лошади. По словам участников, Большой Сибирский круг – возможность протестировать в полевых условиях показатели лошадей и способности наездников. Но цель заездов – не только поддержать конный спорт. Эти мероприятия позволяют выявить самые лучшие племенные качества, самые лучшие спортивные характеристики для последующей селекционной работы. Главная характеристика – резвость. Ее замеряют каждую четверть круга. И то, сколько выжмет лошадь, зависит не только от состояния трека, но и от погодных условий. Когда же трибуны опустеют и лошади переведут дух, начнется главный экзамен сибирского круга – заезд на выносливость. И закрыть автоматом через победу на мероприятии не выйдет. Проверят каждого. По итогу состязаний лучшими лошадьми стали декабристы «Форсман», доказав свое первенство не только в заездах, но и в тесте на резвость. Алексей Бородин, Евгений Агеев. Новости ОТС. Чем различается высокогорный и равнинный мед? Отведать качественный продукт пчеловодства и уже после купить товар по вкусу. В Новосибирске УГП МТБ открылась ярмарка меда от производителей со всей России. Дегустировала Алена Кузина. Что такое эспарцетовый мед, смотрите далее. Доказательство, что это мед настоящий. Смотрите, сколько пчел на крышке. Здесь можно не только смотреть, но и пробовать. Липовый, гречишный и спиргой. У каждого пасечника свой подход и секреты вкусного полезного меда. У Натали Бартель. Ульи находятся в предгоре Белухи. Тысяча метров над уровнем моря. Нетронутая природа целебной травы. Степень ферментации меда на высокогорном разнотраве, она значительно выше, чем у любого равнинного меда. Почему? Потому что просто пчеле, пока она летит, пока она соберет с какого-то цветочка нектара, она, естественно, успевает его переработать, отферментировать. Этим и считается высокогорный мед значительно ценнее и более полезные. То есть те растения, с которых пчелы собирают нектар, они более сильные в связи с тем, что очень низкий, маленький легитативный период у растений. В этом году участники ярмарки 30 пчеловодов из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, Башкирии и Дальнего Востока. Заявок было больше, но не каждый прошел строгий контроль. Многоступенчатая проверка проходит у меда до того, как он выйдет на ярмарку пчеловод. Точно в день ярмарки приезжает ветеринарная лаборатория. И, в принципе, ветеринарная лаборатория сопровождает участников ярмарки всю ярмарку от начала до конца. Каждый день здесь присутствует ветеринарный инспектор. Может проверить любой сорт меда, который вновь привозится, если там какой-то продали, привезли новый. Пасека с двориковых уже не первый год на ярмарке. И каждый раз никаких нареканий по качеству. Самое важное – правильно ухаживать за пчелами. Куда летают пчелы, где стоят пчелы. Вот от этого и зависит сорт меда. Если мы вывозим на доник, то это значит доник. Если у нас стоят пчелы на эспарцете, это эспарцетовый мед. Такой мед – настоящий витаминный комплекс. Повышает гемоглобин, укрепляет иммунитет и сердце. Его получают из цветков эспарцета. Эспарцетовый мед – один из самых редких. Его добывают на специально засеянных полях пчелы. Мы сейчас попробуем. Очень вкусненький, такой нежный вкус. А вот если бы камера передавала, какой здесь стоит аромат. А еще пчелы – настоящие строители. Используют природный материал для создания сложнейших конструкций, где научились защищать свой продукт. Мед в сотах самый полезный. Там все стерильно. То есть никто его не касался. Пчелы его положили, запечатали, обработали. Пчелы перед закладкой меда каждую ячейку выстилают тонким слоем прополюса. Поэтому мед там стерильный. Его берут на лечение именно. Пасечники не просто представляют свой товар, но и борются за звание лучшего. Медовые сомелье проверят на вид, вкус, цвет, аромат, продукцию и определят победителя. Алена Кузина, Борис Гладких, Новости ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на гурсайте. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Новости ОТС-ТВ. Прогноз на 6 августа. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет облачной с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Влажность 64%. Температура ночью плюс 18,20. А днем плюс 22,24. В последующие два дня будет пасмурно. Временами дождь. В среду плюс 20,22. В четверг плюс 22,24. С вами была Ольга Савельева. До встречи.